Искали русский след, нашли украинский. В США раскручивается тема обвинений Трампа в сговоре с русскими в ходе избирательной кампании. Улов доказательств пока невелик, если не считать смехотворную историю с неким авантюристом Джорджем Пападополосом. Весной прошлого года он нагрянул в избирательный штамп Трампа и предложил свои услуги. До этого он работал в штабе кандидата Бена Карсена. Перебежчика взяли. Как сейчас уже известно, Пападополос обладает способностью красноречиво рассказывать о своих удивительных способностях и связях. Летом 16-го года штаб Трампа ненадолго возглавил Пол Монафорт. Пападополос и ему все твердил, что может организовать встречу Трампа с Путиным для того, чтобы начать строить их личные отношения еще на том этапе. Аргументом Пападополоса было якобы знакомство с якобы племянницей Путина. Есть ли у Путина вообще племянница? Никто в Америке не поинтересовался. Но зато ее убедительно играла на встречах с Пападополосом в Лондоне какая-то русская шалава. С ней Пападополоса познакомил залетный профессор Смальты Джозеф Мифсут, отставной дипломат на подножном корме. Тем временем Пападополос продолжал писать в Россию просьбы в ответ никакого интереса. И все летал в Лондон встречаться с самозванкой племянницей. Воистину сюжет для Ильфа и Петрова. Понятно, что ничего с Москвой тогда так и не срослось. Но активность Пападополоса на русском фронте теперь пытаются вменить в вину Трампу и экс-главе его избирательного штаба Полу Манафорту. Пападополос арестован. Сотрудничает со следствием. Манафорт ходит на допросы. Спецпрокурор Мюллер вывернул наизнанку все его кипрские офшоры, нашел десятки миллионов долларов грязных денег и обвинил в незаконном лоббизме на территории США. Сейчас Манафорту грозит 80 лет тюрьмы. Суд назначен на 7 мая. Связи с Кремлем, правда, так и нет. Разве что через Пападополоса и лжеплемянницу Путина. Но Манафорта зацепили крепко. Вменяется Манафорту и его давний контракт с российским промышленником Олегом Дерипаской. Никакой политики, лишь деловое консультирование в странах, где у Дерипаски инвестиции. Контракт закончился еще до того, как Манафорт стал работать на Трампа. И Кремль к тому контракту никакого отношения не имел. Но куда больше интересов у Манафорта долгое время были связаны с Украиной. Именно ее интересы в США лоббировал Манафорт. Так что украинский след уж точно нашли. И действительно, с Украины Манафорта роман с 2004 года. Если помним, тогда в Киеве началась первая оранжевая революция. На выборах сошлись Янукович и кандидаты от Америки Виктор Ющенко. Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов решает внедрить в штаб конкурента своего человека. Устраивает так, что предложение Полу Манафорту делает донецкий олигарх, самый богатый человек Украины Ренат Ахметов. Тогдашний посол США на Украине Джон Хербст в начале 2005 года благословляет Манафорта и его команду внедриться в штаб Януковича. С тех пор сотрудник Манафорта Рик Дэвис регулярно докладывает в американское посольство о работе в штабе партии регионов, то есть с Януковичем. Понятно, что для надежности прикрытия ЦРУ позволяет Манафорту брать за свой труд деньги, большие и пусть даже грязные. Да, собственно, по той же схеме, как это было в России в разгар 90-х, когда у нас в разных министерствах и особенно в госимуществе сидели тысячи американских советников, так называемые чикагские мальчики. Они же и прихватывали деньги здесь, не стесняясь, грязные. Работа такая. Что же до Манафорта, то его карьера на Украине оказалась даже дольше, чем карьера самого Януковича. На излете он еще пытался консультировать в Киеве оппозиционный блок. Закрыл свой офис Манафорт в украинской столице аж весной 2016 года. Ну а что сейчас? Манафорт уволен отовсюду. Центральному разведывательному управлению он тоже не нужен. Он спокойно его можно слить, как уже и Петра Порошенко. Манафорта и Россию срастить в расследовании не удалось. Срастилась с Украиной. Ну да ладно, дорожная пыль. Тем временем и других событий в США на этой неделе хватало. О палитре. Наш Сапкор Александр Христенко. У федерального окружного суда Вашингтона три входа и въезд в подземный гараж. Пол Манафорт экспериментировал, прежде чем понял. Телекамеры поджидают всюду, а выйдет он все равно в качестве обвиняемого. Материалы следствия пестрят деталями. Как бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа уходил от уплаты налогов, как отмывал украинские деньги, заводя их с офшоров на Кипре в Америку. ФБР отследило все транзакции. Деньги приходили порциями, когда по 20, когда по 70 тысяч долларов, но регулярно, каждый месяц. Манафорт тратил свое спрятанное за рубежом богатство на расточительную жизнь в Соединенных Штатах и не платил с этого налоги. Тратил миллионы долларов на предметы роскоши для себя и своей большой семьи. Например, Манафорт купил старинный ковер за 934 тысячи долларов, а в одном только магазине мужской одежды потратил 849 тысяч. Приобрел недвижимость в Нью-Йорке и пригороде Вашингтона на сумму почти 6,5 миллионов долларов. Против Манафорта готовится подать иск и российский бизнесмен Олег Терипаско. Он нанимал его в качестве консультанта по инвестициям, а теперь обвиняет Манафорта в мошенничестве. Бывший глава избирательного штаба Трампа находится под домашним арестом. Вот в этом элитном кондоминиуме с видом на Потамак в получасе езды от Вашингтона. На обвиняемом защелкнут электронный GPS-браслет, с помощью которого следят за каждым его шагом. Впрочем, адвокаты пытаются убедить суд, что Манафорт не собирается никуда бежать и просит снять устройство. Господин Манафорт занимался проевропейскими кампаниями за Украину. Он занимался продвижением демократии и помогал Украине стать ближе к США и Евросоюзу. В 2014 году он завершил подобную деятельность за два года до избирательной кампании Трампа. До того, как Манафорт вплотную подобрался к украинской политической верхушке, а в Киеве уже тогда активно работали американские спецслужбы, он лоббировал интересы диктатора Филиппина Фердинанда Маркоса, диктатора бывшей демократической республики Конго Мабуту Сесесико и лидера партизан Анголы Жоныша Савимби. Интересы правительства Южного Судана, которое правозащитники обвиняют в резне, в Вашингтоне продвигал другой могущественный лоббист Тони Подеста. Он тоже работал на украинских подрядах, а его брат руководил предвыборным штабом Хилари Клинтон. Неожиданно Тони Подеста оставил пост в своей фирме, как только ссылки на нее попали в судебные документы по Манафорту. Федеральный окружной суд Вашингтона и расположенные совсем рядом ФБР, похоже, надолго станут источником политических новостей. Любые обвинения в рамках комиссии Мюллера сразу связывают с президентом Трампом, и ему и дальше придется работать в условиях тотальной подозрительности. По-прежнему ищет доказательства сговора с Россией. Так всплыла фамилия 30-летнего Джорджа Пападополуса. Никому до этого неизвестный выпускник университета Депол в Чикаго немного поработал в паре политологических институтов, написал несколько статей. В одной из них призывал США сдерживать растущий российский флот. Каким-то образом Пападополус попал в штаб Трампа и стал внештатным советником. То есть даже зарплату там не получал. Он был обычным волонтером, у него даже имейла Трампа не было. Ему никто не платил и никакого доступа к первым лицам у него не было. Но по данным следствия начал активные попытки устроить команде Трампа встречи с россиянами. Совершил турне в Лондон, где виделся с неким профессором, который будто бы предлагал компромат на Хилари, и с россиянкой, про которую думал, что она племянница Путина. В какой-то момент понял, что женщина никакая не родственница. Но Пападополус настойчиво рассылал сотрудникам штаба Трампа по имейлу предложение устроить встречу с российскими представителями. Однако так никого и не заинтересовал. Вот что я вам скажу. Не было сговора, ничего не было. И, откровенно говоря, уже надоело это обсуждать. Посмотрите лучше на Хилари Клинтон. Почитайте новую книгу «Донны Бразил», в которой рассказывается, как Хилари буквально купила демократический комитет и украла выборы у Берни Сандерса. Вот это действительно интересно. Донна Бразил, работавшая директором в демократическом комитете, обнаружила реальный сговор между партийными функционерами и Хилари Клинтон, которая в 2015 году оказала комитету финансовую помощь. Тот погряз в многомиллионных долгах. Взамен люди Клинтон брали под контроль финансы и стратегию комитета. То есть и без праймерис было понятно, кто должен стать кандидатом от демократической партии. Задача политических партий – избирать своих кандидатов. Они с этим плохо справились. Подобные действия разрушают веру людей в то, что у нас честный и демократический избирательный процесс. Но в Вашингтоне уверены, подрывала веру в американскую демократию Россия, а ее оружием стали хакеры и интернет-тролли. В Сенате указали на их следы, политические мемы, например, вот этот. «Лайкни, если хочешь, чтобы победила не Хилари, а и Иисус». В итоге победил Трамп, которого в Вашингтоне считают исчадием ада. «Русские потратили на рекламу 46 тысяч долларов. А сколько Клинтон и Трамп вместе потратили на свои компании в Фейсбуке?» «Совместно примерно 81 миллион долларов». «Я не великий математик, но мне кажется, что 46 тысяч от 81 миллиона – это одна пятитысячная процента». «И все равно мы на пороге кибервойны», – заявила представителям Гугл, Фейсбук и Твиттер ветеран Сената, 84-летняя Дайан Файнстайн, которая сама не намерена оставлять политическое поле битвы. Хочет избираться на новый срок. «Мы не отстанем, джентльмены. Вопрос очень серьезный. Вы несете ответственность. Вы создали эти платформы, которыми теперь злоупотребляют. И вы должны что-то с этим сделать. Или мы сделаем?» Гуглу, Фейсбуку и Твиттеру, которые воспринимаются как глобальные транснациональные компании, в американском Сенате напомнили, на чьей стороне они должны выступать. «На нас нападают всеми способами, какие только можно представить. Все вы являетесь одними из крупнейших современных СМИ. Вы не должны способствовать распространению всего того, что направлено против Соединенных Штатов. Вы с нами на передовой». В Конгрессе призвали интернет-компании еще теснее работать с американскими спецслужбами. Сенаторы уверены, что в Силиконовой долине недооценивают степень российской угрозы. А вот Вашингтон на чеку. Настолько, что претендент на пост заместителя министра сельского хозяйства Сэм Кловис снял свою кандидатуру. Его заподозрили в том, что он, работая в предвыборном штабе Трампа, возможно, одобрял попытки Пападопулуса организовать встречу с россиянами. Мотивы своего решения взять самоотвод Кловис изложил в письме Трампу. «Политический климат Вашингтона сделал невозможным адекватное и справедливое рассмотрение моей кандидатуры на данный пост. Постоянные атаки на вас и вашу команду похожи на кровавый спорт. И с каждым днем все хуже». Предосторожность не выглядит излишней. Как дали понять в офисе спецпрокурора Мюллера, обвинение против Монафорта, его помощника и Пападопулуса только начало. А параллельное расследование Конгресса уже дошло до того, что во вторник на слушание вызывают бывшего охранника Дональда Трампа, с которым тот приезжал в Москву. Александр Христенко, Николай Коскин, Елена Соколова. Вести недели. Вашингтон, США.